Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости Орфеоцнеев» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. Заслуженный строитель России. Николай Колесников отметил свой 90-летний юбилей. Рождественское чудо. В Центре культуры и досуга Орфеоцнеев прошла благотворительная елка. Первые победы. Соревнования по бадминтону открыли традиционную спартакиаду Орфеоцнеев. Заслуженный строитель Российской Федерации. Почетный ветеран Орфеоцнеев. Дважды кавалер Ордена Трудового Красного Знамени. Кавалер Ордена Знак Почета. Под руководством этого человека вырос целый город на Урале. Огромный вклад он внес и в развитие Сорова. 18 января исполнилось 90-е лет Николаю Ивановичу Колесникову. Николай Иванович родился в 1930 году в Воронежской области. Его детство нельзя назвать беззаботным. Оно прошло в годы Великой Отечественной войны. Но это не помешало ему получить достойное образование и заниматься спортом. В его копилке наград – большое количество чемпионских лент и дипломов по тяжелой атлетике. После окончания школы он поступил в Воронежский архитектурно-строительный техникум. А затем в инженерно-строительный институт. После учебы Николая Ивановича направили на Урал. По словам ветерана, он сразу понял, что это будет самый грандиозный проект в его жизни. И не ошибся. В это время, когда я туда приехал, там не было вообще практически почти ничего. Там расчищали лес. Кругом лес. Поблизости ничего нет. Никакой нет ни в деревне. И вот я там приехал молодым специалистом. Меня назначили рабом. Мне поручили строить котельную, два общежития, кинотеатр на первых порах. Специалистов нет. Работа три смены. Жилья нет. И вот это... Но строилась одновременно вся и промышленная площадка. Все объекты, которые у нас, вы их знаете, множество, они однозначны, как у нас. Назначение их такое же. И плюс сам город. Город на берегу вот реки. Так началось строительство объекта Челябинск-70, ныне город Снежинск. Все работы были строго засекречены. Николай Иванович прошел большой путь от прораба до главного инженера. Возводил не только объекты городской инфраструктуры, но и промышленные. Его по праву можно считать одним из тех, кто заложил ту производственную базу, которой сейчас располагаются РФИАС в НИИ ТФ и город Снежинск. И там проработал я 18 лет. Мы сделали все водопроводы, канализацию, радио, газ, железная дорога, бетонные дороги. В 1973 году Николай Иванович со своей семьей переезжает в Разомас-16. РФИАС в НИИ ТФ он переведен на должность начальника отдела капитального строительства. К тому же пришлось поменять профиль работы, перейти из подрядчика на роль заказчика. По словам ветерана, работа на новом месте была меньше по сравнению со Снежинском, но проекты были более интересными. За пять лет трудовой деятельности на этой должности Николай Иванович внес неоценимый вклад в развитие инфраструктуры нашего города. Институту было поручено пункцией генерального застройщика. Город ведь уже в то время имел все необходимые здания и сооружения основные на те объемы, которые в городе были. Город уже долго существовал. Поэтому пришлось построить новую поликлинику на 300 посещений, которые сейчас многие говорят, зачем так много. Хирургический корпус, хороший корпус был по тем временам. Это, как говорят, перинатальный центр или роддом. Новые очистные сооружения города. Это очень крупные сооружения. По промышленной площадке там шла большая реконструкция. После Николай Иванович становится заместителем директора по капитальному строительству электромеханического завода «Авангард». В это время требовалось срочное развитие мощности завода. Затем директор и главный конструктор предприятия академик Евгений Аркадьевич Негин предложил Николаю Иванович вернуться на работу во ВНИЕФ и стать заместителем директора института по капитальному строительству. В этой должности Николай Иванович работал с 1983 года по 2000 год. За это время под его руководством были построены уникальные по своему назначению и технически сложные комплексы «Пульсар» и «Скропять», вычислительный центр, алмазно-бриллиантовое производство. Важным стратегическим объектом города стало строительство и расширение ТЭЦ. Сейчас Николай Иванович на заслуженном отдыхе. Сначала свободное время проводил на даче, ухаживал за садом, ходил на рыбалку, охоту. Теперь посвящает его литературе. «Пишешь ли ты мемуары? Такой вопрос все задают. Я мемуары не пишу. Я описал свою жизнь и жизнь семьи для личного семейного пользования. То есть мы немножко таких триамбарных книжечки я записал». Николай Иванович поистине великий человек. Заслуженный строитель Российской Федерации. Почетный ветеран Рафиат Сфниев. Дважды кавалер Ордена Трудового Красного Знамени. Кавалер Ордена Знак Почета. И при этом заботливый муж, отзывчивый отец, дедушка и прадедушка. Подарить частичку волшебства тем, кто особо в этом нуждается. 6 января в Центре культуры и досуг Рафиат Сфниев прошло театрализованное представление для детей, которые воспитываются в приемных семьях Сарова. Это традиционное мероприятие проводится по инициативе Ядерного Центра уже в девятый раз. Подробности далее. Рождественский вечер в компании сказочных героев организовали сотрудники Рафиат Сфниев для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы подарить им праздничное настроение и ощущение чуда. Для работников Ядерного Центра благотворительная акция стала доброй традицией. С 2010 года трудовые коллективы готовят для нуждающихся детей и подростков новогоднее представление с чаепитием, а также собирают силами сотрудников средства на сладкие подарки и материальную помощь. Приходят, радуются, растут на глазах, улыбаются все равно. Новый год, он и есть Новый год для взрослых, для детей. Один и тот же праздник, самый долгожданный. Детям хотим подарить какое-то семейное тепло, показать, что мы все такие же люди, что Ядерный Центр – это не какая-то закрытая структура, это все-таки тоже люди, добрые люди, призывчивые люди, готовые прийти на помощь всегда. В этом году коллектив Центра культуры и досуга Рфиацвнеев подготовил театрализованный спектакль по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению». На сцене гости увидели давно знакомых персонажей – Иванушку-дурачка, царевну-несмеяну, щуку и царя. Герои постановки пели, танцевали и шутили, создавая праздничную атмосферу. Представление понравилось как совсем маленьким зрителям, так и детям постарше. Ведь главная мысль сказки – никогда не унывать и верить в волшебство. Тебе понравилась сказка? Какие тебе герои больше всего понравились? Там, где он на печке, приехал королю. Он по царевну, чтобы она не плакала. Понравилось в этом году всякие спецэффекты. Больше было интересней. Пришла я с братом, и ему тоже понравилось. Приходим уже на эти новогодние праздники не первый раз. Нам очень нравится. Спасибо большое организаторам. Так что всем всего хорошего. С наступающим Рождеством. И огромное спасибо за то, что вы помните о наших детях. По окончанию спектакля организаторы пригласили детей на чаепитие, чтобы маленькие участники торжества смогли подкрепиться. И, конечно, не обошлось без игр с Дедом Морозом и Снегурочкой у рождественской елки. Перед началом развлекательной программы гостей поприветствовал начальник отдела по взаимодействию с органами власти и местного самоуправления Рафиацвнеев. Евгений Красногорский поздравил ребят с Новым годом и Рождеством. А также поблагодарил со сцены всех сотрудников, которые внесли свой вклад в помощь детям. Все эти 9 лет нас в этой акции очень активно поддерживают сотрудники. Обычные, наверное, сотрудники власти и дети. И хотелось бы здесь сцены, грозить Матрону, благодарность, потому что в 9-м подсчетах благотворительного вечера мы можем принести не то и сказать, что сегодня, на данный момент, уже сроком порядка полутора миллионов рублей для детей, которые люди пособствуют. И мы будем делать для того, чтобы потом разбудить между счетами наших родителей и между счетами детей. Сотрудники Федерального ядерного центра ВНЕФ активно развивают корпоративное волонтерство, а также привлекают внимание общественности к проблемам и нужным детей, оставшихся без родительской опеки. Сотрудников корпоративного центра ВНЕФ отличает некое неравнодушие. И это не единственная благотворительная акция, которая проходит в институте за целый год. Это одна из. И в каждой из них в обязательном порядке сотрудники в той или иной степени участвуют. Здесь уже сложилась традиция. 9 лет – это целая история. Это не средство благотворительное, это средство самих сотрудников, которые они собирают и приносят нам в отдел. Мы их аккумулируем и, собственно, потом абсолютно равными долями распределяем между семьями. В этом году подарки получили около 90 участников. В конце года сотрудники института будут готовиться к юбилейной благотворительной новогодней елке, чтобы снова удивить и подарить детям частичку своего тепла и заботы. Ежегодно лучшие спортсмены различных подразделений ядерного центра встречаются на спортивных площадках города, чтобы проверить, кто из них самый сильный, быстрый и выносливый. В этом году спортакиадор Фиацнеф началась соревнование по бадминтону. В спорткомплексе «Авангард» собрались 10 коллективов физической культуры в НЕФ, чтобы вступить в борьбу за заветный кубок. Самый энергозатратный и азартный вид спорта, который развивает выносливость, координацию и даже зрение. Именно так отзывается Ольга Игнатова о бадминтоне. Этим видом спорта женщина увлеклась 6 лет назад и с тех пор все свое свободное время посвящает тренировкам. Даже обеденный перерыв проводит не дома, а за игрой в клубе «Прогресс». Как говорят бывших бадминтонистов, не бывает. Те люди, которые в это все влились, влились душой, влились с каким-то азартом, с пониманием. Это, ну, я вот себе уже не представляю, как я могу прийти домой и лечь на диван просто так. Вот, честное слово, не представляю. Я тренируюсь практически каждый день, иногда два раза в день. Ну, это настолько затягивает, это настолько вдохновляет на будущие победы. Именно с этого вида спорта и открывается спортакиадор Фиацнив 2020 года. В спортивном комплексе «Авангард» собрались 10 коллективов физической культуры ядерного центра, чтобы вступить в борьбу за заветный кубок. Игры по бадминтону проходят как в одиночном, так и парном разрядах. Одиночные игры, там своя техника, свои какие-то приемы игры. Парная техника, опять же, она может быть смешанной, может быть пара, допустим, одна пара, либо мужская, либо женская. Там совсем другая техника. Там много, что ложится на плечи девушки, когда она должна хорошо играть и доигрывать в «Аланг». Но также и на партнера есть такие большие, так сказать, полномочия у него сыграть правильно и вытащить «Валанг» таким образом, чтобы девушка могла его добить и получить, заработать очко. Соревнования по этому виду спорта в рамках спортакиадор Фиацнив проходит уже в шестой раз. Большинство участников – действующие игроки секции бадминтона, ядерного центра и городской федерации. Но есть и те, кто впервые взял ракетку в руки. «Играют, да, не только те, кто занимается. У некоторых коллективов, к сожалению, вообще нет людей, которые занимаются бадминтоном. Вот, например, тот же Политех, который у нас, КФК «Звезда», они к нам вообще не ходят. Но все равно борются, кстати, борются. И они не последние на самом деле. Есть, которые занимаются, есть, которые очень хорошо занимаются. Они, в принципе, у нас не только в спортехиаде участвуют. В том числе мы участвуем в отраслевых соревнованиях, то есть в рамках Росатома. Ну, добиваемся достаточно хорошего результата. В принципе, бадминтон Саровский, он уже очень хорошо на слуху остальных других предприятий, потому что нас уже знают. Анна Архипова – участница команды Политех «КФК «Звезда» и преподаватель физкультуры в политехническом техникуме имени Бориса Глебовича Музрукова. Вот уже на протяжении нескольких лет она принимает участие в спортехиаде ядерного центра и привлекает к этому своих учеников, будущих сотрудников градообразующего предприятия. По словам Анны, их команда традиционно всегда находится в середине турнирной таблицы. Но это только подстегивает их стремление к победе. Мотивирует и то, что профессионалы своего дела относятся к новичкам с большим уважением. Здесь такая вот бешеная динамика, реакция, такая скорость, потому что если попадешь с командой, ну, такого же примерно уровня, как мы, еще шансы какие-то есть побороться, какой-то азарт есть. А есть команды профессионалов, которые могут нас вот просто за пять минут быстренько выиграть. Ну, главное, что не травмировать, да, потому что там скорость полета валанчика будет невероятная. Но они нас жалеют, конечно же, потихонечку так играешь, мы тоже почувствовали себя бадминтонистами. Финальные игры по бадминтону проходили несколько часов. Атмосфера в зале была по-настоящему напряженной. Как итог, третье место заняли спортсмены коллектива «Буревестник». Серебро, Укаевка, Грант. Победители – бадминтонисты Союза. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канала «16» по четвергам в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok